Здесь продлится, продолжится еще игровая площадка, детское развитие получает, и мы будем выходить на берег речки Адады. Вот она внизу, в 30 метрах протекает, и будем делать маленькую набережную. С деревянным покрытием, с пометами, с освещением. Большая будет, нет? Нет. Нет, но она небольшая. Деревья не любите? Мы умышленно это не делаем, поверьте. Но необходимость защищает вот эти занятия. Хороший парк, отличный парк, неплохое начало. Есть на что уже посмотреть, где отдохнуть, позаниматься спортом. Здорово, что есть второй этап развития на 22-й год, и есть средства для того, чтобы эти идеи реализовать и по набережной, и по развитию всей этих дорожек. Отличное место, которое нужно просто грамотно дальше развивать, потому что дорожек должно быть как можно больше, чтобы не толкались спортсмены и те, кто гуляет. Места отдыха должны быть удобные. И это как раз пример того, вот тоже ведь на старте, сейчас рассуждали, вспоминали историю, на старте этого проекта были сомнения, что пойдут ли горожане в этот парк, как вообще их сюда заманить, стоял вопрос. Сейчас такой проблемы вообще нет, когда изменяется пространство, привлекаются туда люди. Происходит удивительная вещь, когда люди начинают об этом месте заботиться и совершенно по-другому относиться и к нему, и к тому, что вокруг. Здесь огромный потенциал у этой территории. Хотя всегда возникает вопрос, где брать средства, но мне кажется, здесь, когда в первую очередь речь идет о средствах, а не о том, как сделать лучше, телега становится впереди лошади, потому что нужно думать, как делать лучше, планировать это, как это будет лучше, а потом уже средства неизбежно находятся, когда есть энергия, планы и нормальные проекты. Поэтому «Березовая роща» для Назарова хороший пример развития общественных, спортивных и рекрекционных территорий, которым нужно гордиться, которому нужно держаться и развивать дальше.